Мы жили на краю Иерусалима. Он наверху, а внизу была долина, за той долиной возвышался Ерихон. Манил своим величием он. Родители нам часто говорили, чтоб в Ерихон мы не ходили. Там все живут, не служат Богу, а я смотрел все время на дорогу. Манил к себе великий град, к нему пойти я был бы рад. Не знал тогда, что все обманом. Меня покрыл греха туман. Евреям часто говорили, вы в Самарянаме не в мире, все время слышал, я запрет, что к Самарянам хода нет. Был молод и не понимал, закон такой, кто написал, и почему про град твердили, чтоб в Ерихон мы не ходили. Напротив, жил Самарянин, похоже, был такой один, всегда приветлив, улыбался, но с нами почему-то не общался. Наверное, то он заслужил, раз жизнь свою один прожил, о нем мы ничего не знали, никогда не понимали. Менялись в жизни люди, время, общение превращалось в время, не мог забыть о Ерихон, манил своим величьем он. Семьей ходили в синагогу, а я смотрел все время на дорогу, туда, где возвышался Ерихон. Хотел поставить всем на кон. Семьей я не дорожил, в мыслях другою жизнью жил. Грехом хотел я насладиться, чтоб жизнью своей гордиться. Так пролетали день за днем, с друзьями скучно мы живем. Единства нет, тоска один. Смотрю, идет Самарянин. А, решил над ним я пошутить. Стал осла его дразнить, но он мне в злом не отвечал, в глазах добра его читал. Подумал, добрый человек, и почему из века в век евреи с ними не дружили и мирно между собой не жили? А священник в синагоге говорил, что Бог людей всех сотворил, все братья и сестры на земле, а почему весь мир во зле? Левиты Богу воспевали, к общению, в песнях призывали, священник к милосердию взывал, что ближнему ты в жизни помогал. Я слушал это в синагоге и думал, хорошо все в Родине, но все братья и сестры, Бог один. А почему нам враг Самарянин? А может в синагоге все обман? Другой закон нам с неба дал. А все священники Левиты не искренне, а просто скрытные. Как надоели мне вопросы, они как из-за льда Тороса. Их растопить не в силах я, а помочь мне может и семья. Я долго думал и решил, в Иерусалиме я достаточно пожил. Моя судьба, блина на фоне, пожить я должен в Рихоне. Про этот город слух ходил, кто как хотел, то так и жил. Такая жизнь меня манила, а в синагоге все там мило. Сознательно туда направил ноги, в тот миг не думал я о Боге, но Он меня не оттолкнул, всю жизнь мою перевернул. Меня манила грех, как свобода. Не нравилось мне лицемерие народа. Не знал тогда, что я не прав и не смирил свой гордый нрав. Зачем? Ходить мне в синагогу, молиться можно везде Богу. Отправился я ночью в Рихон. Ну, наконец-то видел Он. Тогда воскликнул, вот, свобода, могу прожить я и без Бога, попробовать я должен все сполна, ведь жизнь дается нам одна. Не знаю, как же все случилось, но путешествие так быстро завершилось. Очнулся, помню, весь в крови, а губы шепчут Бога, помоги. А, как стало трудно, вспомнил я о Боге, кого предал, просил я о подмоге. Грехом я так не насладился, чуть было жизни не лишился. Друзья мне позже говорили, что на пути меня избили. За что, зачем и почему, так до сих пор и не пойму. Не знаю времени, сколько я лежал, так было больно, я стонал. Услышал шум, открыл глаза, по щеке текла слеза. Священник, я увидел, проходил. Он в синагоге часто говорил, что ближнему, должны ему помогать. И в муках стал к нему взывать. Не поспешил ко мне он на подмогу, а говорил, что служит Богу. Не стало в сотни раз больнее. Нет, нет, не от беды, а от людей. Быть может, жизнь не лея лицемер, но священник больше не пример. Солнце, нещадно, помню, палило, избитое тело, от боли ломил. И слышу шаги. Кто-то идет. А, священник, наверное, помощь ведет. Но нет, не священник. Кто знаком или левит? Он видит, в кувете кто-то лежит, но времени нет, его ждали дела. Надежда тогда во мне умерла. Сознание стало меня оставлять, я все молитвы стал повторять. И вопрос звучал, Бог, а почему я один? И вижу, идет самарянин. Он встал на дороге, его я узнал. Сознание тогда уже почти потерял. Открыл глаза, вижу, как сон. Склонился передо мной он. Нам говорили, не общаться с ними. Должны молиться мы в Иерусалиме. А он не стал тогда молиться, он предпочел передо мной склониться. Достал елей, смехов налил вина и помощь оказал мне сполна. Помог подняться, раны мне омыл, а слов тогда вообще не говорил. Во взгляде я его читал, любовь. А по моему лицу стекала кровь, я вспомнил, как осла его дразнил. А он добро мне отплатил. Ну где, скажите, правду мне искать? Ее кто может так показать? Исполнит на словах любви закон, а на деле, может, трудный он. Самарянин меня узнал, вражду мою не вспоминал. Привез в гостиницу и за номер заплатил. А вот я бы так бы поступил. Вопрос себе этот задавал и долго на него не отвечал. Мы любим тех, кто любит нас. А любви закон нам не указ. Иисус Христос в тебе живет и к милосердию зовет. Да, трудно и многое неясно. Но без любви так жить опасно. Я много лет его искал. Ну, тогда же спасибо не сказал. подумал, а может, так же поступать и всех людей благословлять. Оставил всем живой пример, как не было жизни лицемер. Придем к врагу и скажем, мой друг, тебе я помогу. Мы же долго с вами не дружили, о милосердии забыли. Сейчас откроем наше зрение, примем важное решение, увидим, есть ему нужду, забудем давнюю вражду, склонимся перед братом на колени, чтобы служить ему без лени. Иисус Христос наш Господин, а живет ли в нас самарянин? Вопрос звучит и нет ответа. А если спросит Бог за это? Готовы сердцем открыть? И грешника туда впустить? Ведь если мы не любим брата, придет и в нашу жизнь расплата. Я благодарен вам, друзья, что церковь наша как семья. А если кто-то виноват, прости его, ведь он твой брат. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...